Если загуглить словосочетание «маркетинг – это», то словарь выдаст нам, что маркетинг – это организация производства и сбыта продукции, основанная на изучении потребностей рынка в товарах и услугах. И ключевое слово тут – изучении. Кстати, я всю жизнь говорил «маркетинг», а правильно говорить – «маркетинг». Вот вам инсайт на 4900 рублей. Есть еще крутая цитата, которую сказал Нил Пател. «Бизнес и продажи – это глубокое понимание реальности другого человека и предоставление альтернативной лучшей реальности, где твой продукт является в нее дверью». И здесь ключевое – это глубокое понимание реальности другого человека. Исследование аудитории – это будет очень большая и сложная серия, но это очень важный момент в запуске, потому что если мы тут, допустим, какие-то ошибки, то мы очень красиво, с идеальным прогревом, красиво упакованным сайтом и грамотным вебинаром запустим что-то совершенно неподходящее. Что-то, что не нужно нашей аудитории, что-то, что не попадает в их запросы и что в конечном счете просто не продастся. Перед тем, как запускать какой-то курс, мы должны четко понять, а кто у нас его будет покупать, кто эти люди, сколько им лет, сколько они зарабатывают, сколько они готовы за него заплатить, какие у них есть критерии принятия решения, на что они смотрят, что для них важно при покупке, с кем они тебя сравнивают. И когда мы вот это все понимаем, нам гораздо легче делать классный прогрев, классный вебинар, классный сайт, потому что мы понимаем, как бы, кому мы пишем сообщение, да, потому что прогрев, вебинар, сайт – это же общение с человеком, да. По сути, можно сказать, ну, типа, как сообщение, да, мы ему пишем. И когда мы понимаем, кому мы пишем это сообщение, неважно, через прогрев, через сайт или через вебинар, то мы можем это сообщение сделать гораздо более подходящим для человека и гораздо более продающим, и в итоге гораздо более результативным. И начну я этот выпуск с загадки. У нас есть эксперт-фотограф. Он очень успешный, у него классные работы, он много зарабатывает, постит эти фотки в блоге, людям нравится, и он хочет запустить свое обучение. Что ему запустить? Вариант А. Курс, как с нуля стать фотографом и заработать первые 50 тысяч рублей для новичков. Вариант Б. Как действующему фотографу поднять чек, выстроить стабильный поток клиентов и больше зарабатывать. Это будет продукт в формате наставничества, и он будет стоить дороже. Что ему в итоге запускать? Курс А. Для новичков, как с нуля стать фотографом и заработать первые деньги. Или курс Б. Для действующих специалистов, как больше зарабатывать с большим чеком наставничества. Итак, даю вам 3 секунды, чтобы вы указали правильный ответ. Так, не ленитесь, вот прямо сейчас сядьте и подумайте. Вот у вас есть реально этот фотограф, что вы ему скажете запускать? Окей, надеюсь, вы что-то ответили. Точно? Покажите мне бумажку, на которой написан ответ. Правильный ответ... Хрен его знает. Потому что у нас недостаточно вводных данных, чтобы ответить на вопрос. Если его смотрят преимущественно новички, которые еще фотографией не занимаются, логично нам нужно запустить курс по фотографии для новичков. Если оказывается так, что его смотрят в основном действующие специалисты, то ему нужно запустить курс как действующим специалистам, продавать фотографии и больше зарабатывать. То есть выбор этого продукта полностью ложится на то, а кто нас смотрит. Смотрят новички, курс для новичков. Смотрят профи, курс для профи. Очень просто. И на самом деле это очень поверхностно. Исследование аудитории не ограничивается вот таким простым вопросом, типа ты новичок или профи. Но вот даже на вот таком тупом простом примере я хочу вам продемонстрировать, насколько важно вообще анализировать аудиторию. Если вот эксперт-фотограф скажет, да что я буду этим новичкам объяснять? Я эксперт, я такие штуки знаю, я сейчас забабахаю вообще, такие там мастер-классы, уроки продвинутые, я с такими журналами работаю, да я сейчас такое на рассказываю. И запускает курс, как действующему фотографу зарабатывать больше, его никто не покупает, потому что у него нет действующих фотографов. То есть исследование аудитории очень важно. Окей, зафиксировали, идем дальше. В вопросе исследования аудитории есть два противоположных типа людей. Первый назовем романтиками, второй назовем душнилами. Романтики вообще не анализируют аудиторию как-либо специально. То есть у них есть какое-то представление, основанное на том, какие люди им пишут в директ. Вот они ведут эфир, смотрят, какие люди задают вопросы, ну и примерно понимают уровень аудитории. С какими-то подписчиками они встречались, ну и примерно тоже поняли, какие у них запросы, какой уровень. В общем, они понимают свою аудиторию так, плюс-минус интуитивно. Чаще всего это люди, которые сами проходили путь, который сейчас должна пройти их аудитория. Ну, например, я сам обучался веб-дизайну и интернет-маркетингу, я сам покупал курсы по этой теме, и я примерно интуитивно понимаю, какие у людей есть проблемы, почему они покупают, что им нужно сказать, что пообещать. И свои первые запуски я как бы делал очень так романтично. Я вообще особо не погружался в аудиторию, не копал, не исследовал, потому что мне казалось, что мне все понятно. В принципе, плюс-минус, я действительно неплохо понимал аудиторию, кто меня смотрит, просто на своем опыте. Просто я знал себя, я знал, какие у меня были проблемы в момент, когда вот я был на месте своей аудитории. Этого было достаточно. Такой стиль исследования аудитории, по сути, никакой, подойдет вам, если вы сами были на месте аудитории, и вам кажется, что вы ее хорошо понимаете. Но на этом не нужно останавливаться, и всегда не помешает еще профессиональную аудиторию исследовать, чтобы больше о ней узнать. И есть вторая категория людей, это душнилы. Душнилы — это чаще всего профессиональные маркетологи с таким прям бэкграундом. И они очень глубоко зарываются в исследования аудитории и тратят на это очень много сил, времени, и по итогу не всегда понятно даже до конца, как огромные массивы данных, которые они накопали, применять. В закулисье я буду вам рассказывать не как надо делать, а как я по факту чаще всего делаю. Потому что как в идеале надо, и как по факту получается, как успеваешь, что самое вот эффективное берешь, что по факту работает — это порой разные вещи. И чтобы не уйти слишком далеко в дебре исследования аудитории, не потратить слишком много времени на то, что потом не конвертируется в какие-то действия, нужно держать фокус на одной мысли, что все наше исследование аудитории, оно должно закончиться какими-то конкретными решениями по продукту, по прогреву, по сайту и по вебинару. Если мы спрашиваем что-то нашего ученика, если мы закидываем какую-то анкету, если мы проводим каздевы, да, личное интервью, мы должны стараться вычленить из этого что-то, что в итоге мы отразим в продукте. Например, вычленим какую-то мысль, и на основе этого что-то, какую-то идею вкинем в продукт. Или, например, поймем, что для человека важен вот этот фактор, например, там, кураторы, и такие, «Ммм, ага, да, точно, мы же про кураторов не говорили», добавим это в прогрев на сайт и на вебинар. Короче, чтобы не уйти в дебре бессмысленного исследования аудитории, мы фокусируемся на том, что каждый ответ ученика мы должны как-то использовать. И мы не просто проводим исследование ради исследования, мы, по сути, ищем идеи, как улучшить продукт, как улучшить прогрев, чем дополнить сайт, чем дополнить вебинар. Смотрите, про цены, давайте поговорим. Вот, какие патетические, на самом деле, граффуд стоил, там, не знаю, в три раза дороже, но, там, с расстройщика одного года есть личная помощь и куратор, который бы тебе помогал, не знаю, делать проекты, находить проекты, продавать. Это бы стоило, это было или нет? Часто я бы купила. Я бы купила, если бы был моим личным куратором, потому что сейчас я, например, купила доставничество, с вами, после курса. И я бы купила еще с доставничества по моим профессиям, то есть у меня это наручить зарабатывать. Я почему слилась в один момент, это, в общем, меня заблокировали висок в аккаунт. Вообще полностью, я не могу зайти, но я просто пишу, что, типа, отратарь силы успирения, не отправляю успирения, напишу, что попробуйте позже. И так две недели, две с половиной недели. То есть я пробовала с разных условий, но, получается, просто мне пришлось много не могу купить, для того, чтобы зайти, обратно, пройти в аккаунт, на аутентификацию и эксплуатировать. Когда я задавала в чате вопрос, я просто скидывала этот шаблон. Почему могут заблокировать? Я скидывала скрин, но у меня не такая проблема, я говорю, пожалуйста, посмотрите, прочитайте. У меня, милая, обратитесь в техподдержку, у вас другой случай, индивидуальный. Но как обращаться в техподдержку? То есть где писать, откуда писать, что делать дальше? Мне никто и не помог. И с этого момента у меня, например, какая-то библи была, я перестала смотреть. Ну, забросила. Окей, давайте теперь конкретно, какие инструменты я использую для того, чтобы анализировать аудиторию. Как я уже говорил, что я делю исследования аудитории на широкое и личное. Широкое исследование аудитории — это когда мы, по сути, собираем цифры. Это, например, опрос в сторис, когда мы такие, укажи свой уровень в создании сайтов. Типа, новичок, уже умею создавать, но не зарабатывал, зарабатываю до 50 тысяч, зарабатываю до 100 тысяч. То есть у нас по факту появляется статистика. Таких вот 50%, таких 30%, таких 20%, таких 10%. Так невозможно. Математик. Ну вы поняли. Инструменты для широкого исследования — это либо анкета анализа аудитории, которую мы кидываем в сторис, просто такая, через гугл-формы, либо просто опросы в сторис, вот эти тесты, квизы, либо это опросы в телеграм-канале. То есть на широкую аудиторию просто мы даём людям варианты ответов, они голосуют, мы что-то о них понимаем. Это широкое исследование. Есть личное исследование, когда мы собираем 5 учеников и 5 тех, кто хотел купить и не купил, и лично с каждым, либо в группе из трёх человек, просто сидим с ними и 30-60 минут просто общаемся. И вот прям открываемся друг к другу, задаём уточняющие вопросы, копаем вглубь. И тут задача повычленять какие-то более редкие идеи. Например, человек говорит, слушай, а реально ведь я купил курс, потому что я увидел, что, короче, есть канал разоблачителей курсов тут, и что они, вот этот курс, они его даже не разоблачали, как все остальные, а сказали, что вот этот, в принципе, неплохой. И вот когда они сказали, что этот курс, в принципе, неплохой, я понял, что реально курс крутой. И вот эту мысль и вот этот факт ты бы вообще никогда не узнал, то есть это как-то массово узнать невозможно через какую-то анкету, а вот только в личном разговоре вот этот факт можно вычленить. Это такое, прикольная идея, а давай покажем это в стори, давай вообще расскажем, что есть разоблачители, что они обычно курсы хейтят, но наш курс они похвалили, потому что у нас, ну вот реально не к чему придраться. И вот уже есть классная идея для прогрева. И вот такие вот более тонкие идеи можно доставать в живом общении с людьми, с учениками, или с теми, кто мог стать учениками, но не стал. Было бы круто, да, если добавили куратора. Когда ты заходишь на вебинары и когда я тебе объясняю и некоторые темы затрагиваю, ты думаешь, вау, это круто, ты уже там интересишься, ты начинаешь писать, я уже на вебинарах писал. Мне вот нравилось еще то, что они дали определение человека от каждой специальности. Типа, если ты вот такой человек, то выбирай себя, если ты вот такой, то выбирай так. И это прям очень сильно не помогло, потому что дали описание, я могла более-менее скроизнироваться, чтобы дать. И по отношению к нумерам я обсуждала именно кураторство. Честно, я бы не взяла бы, потому что какого бы времени курсов у меня не было вопросов. Даже создавала, то это было что-то... А мне это нужно объяснивать насчет кураторства, это же не только про вопросы. Когда ты с муратой работаешь, он тебя контролирует, то есть... А я не хочу этого в этом. Нет, не реакция. Окей, хорошо. Какие способы я использовал конкретно в запуске Армана? Потому что я рассказываю, опять же, не то, как надо делать, да, а этот продукт за кулисье, про то, как конкретно я делаю. Первое. Я использовал личное интервью. Суммарно я смог поговорить с семью учениками Армана лично. С некоторыми говорил прям один на один по 30 минут записывал на диктофон все, что они говорили, и писал по каждому человеку заметку. А также один раз решил для эксперимента сесть с четырьмя людьми в группе. И мы прям устроили такую душевную посиделку, где они делились, что кому там понравилось в курсе, как кто попал на курс, на что смотрели, чего в курсе не хватает. Ну, в общем, вот такой еще формат был. Дальше. Я бы обязательно запустил анкету исследования аудитории в этом проекте, закинул бы просто в сториз, если бы это был первый запуск, и мы бы не знали аудиторию. Но у ребят это уже пятый запуск, и у них какая-то информация по ученикам есть. И в целом, проанализировав ее, то, что мне ребята уже скидывали из прошлых их исследований, я сложил себе картину, я понял, что в целом широкое исследование аудитории я сейчас проводить не хочу, потому что плюс-минус мне понятен этот сегмент аудитории. И плюс, конечно, еще немного такого романтичного подхода, потому что я запускаю не какую-то там чужую тему для себя и эзотерику какую-нибудь. Я запускаю SMM, интернет-маркетинг, это темы, по которым я сам был учеником, я сам учился, у меня у самого были курсы, я сам проводил исследования аудитории, понимая, что у Армана аудитория похожая. В общем, да, еще большой фактор просто интуитивного понимания аудитории. Итого, для того, чтобы получше понять аудиторию Армана, у меня есть три инструмента. Первое, это, собственно, опыт своих запусков в этой сфере. Кстати, классный лайфхак, когда вы запускаете часто одну сферу, вот у меня это, типа, заработок, интернет-профессии, ты лучше реально начинаешь понимать людей, почему они покупают и как конкретно эту тему запускать. Ну, вот так. Первое, да, мое интуитивное понимание. Второе, сбор данных с их широких исследований за прошлые потоки. Вот все их анкеты, которые у них были, их подсобрал, проанализировал, выписал какие-то ключевые факторы, которые меня интересуют и все. И третье, это личные встречи с учениками, с общением с ними, в котором я пытался выдергивать какие-то уже узкие моменты, нюансы. И что я теперь знаю про аудиторию Армана? То, что у нас есть следующие сегменты. 36% аудитории студенты, 19% мамочка в декрете, 26% наемные сотрудники, школьники, 8% предпринимателей, 6%. По-хорошему, если прям вообще в глубину идти, то нужно брать этот каждый сегмент, делать под него портрет аудитории и конкретно под каждый сегмент писать потребности, критерии принятия решения, цели, мечты, страхи, с чем сравнивать и смотреть, но это прям реально работа, просто на неделю устроиться исследователем. Я в такие дебри не захожу, и поэтому я делаю общий срез по всей аудитории, особо не разбивая ее на сегменты. Опять же, да, это не идеальное решение. Идеальным решением было бы каждый сегмент исследовать отдельно и прописывать. Но, опять же, да, говорю не так, как в идеале, а так, как конкретно я делаю в этом запуске, потому что, напоминаю, у нас еще сроки довольно сжатые. О, и давайте буду сразу вам объяснять, зачем мне эта информация вся. Ну, например, то, что у нас есть студенты, мамочки в декрете и наемные сотрудники, ну, самое тупое и первое, что можно с этим придумать, это, как минимум, в прогреве показать кейсы всех трех персонажей. Рассказать подробно одну историю мамочки в декрете, показать подробно одну историю студента, который заработал на нашем курсе, показать подробно историю наемного сотрудника, которому не нравилась его работа и который перешел там в СММ, в интернет-маркетинг, стал больше зарабатывать, стал более доволен. Вот просто самое тупое использование вот этой информации. Дальше. Возраст пол. 80% девушки, 20% мужчины. 43% аудитории 22-30 лет, 41% аудитории 17-21 год. То есть в целом, если обобщить, мы имеем дело с аудиторией молодых девушек. Платежеспособность. Большинство из них безработные, либо с доходом до 150 тысяч тенге. Ну, в общем, обычные, не сильно богатые люди. Ну, даже не то, что не сильно богатые, просто обычные люди. В Казахстане не слишком высокий уровень жизни и зарплаты. Вот это такая, типа, зарплата ниже среднего. Если мы берем почти, кстати, любого блогера с большим количеством аудиторий, типа, миллион подписчиков плюс, платежеспособность этой аудитории вот примерно всегда на этом уровне. 90% покупок совершается в рассрочку. Вот такую статистику замерили ребята на своих всех запусках до меня. И меня эта цифра, честно говоря, удивляет. Даже у меня на формуле запуска меньше людей покупает в рассрочку. Чем тут. То есть, короче, в Казахстане, видимо, просто реально принято покупать все в рассрочку. Это важный пункт. Прикиньте, вот я бы, например, этого не знал, я бы запускал курс без рассрочки. 90% людей бы мы потеряли. Дальше. Вот это вообще тема. Короче, ну, сейчас не буду долго про это рассказывать. Наверное, расскажу про это в продукте более подробно. Но, коротко суть. У ребят на курсе поток было 4 направления. Блогер, таргетолог, СММщик, интернет-маркетинг. И как оказалось, 45% СММщиков в итоге, 35% интернет-маркетологов. И зачем-то они ради 20% прибыли содержат еще целых 2 направления. Размывая фокус аудитории. В общем, им самим трудно эти продукты дополнительные писать. И я сразу, когда это узнал, я говорю, ребята, давайте уберем нахрен просто про блогинг и про таргетинг. Давайте оставим СММ и интернет-маркетинг. И они обрадовались, они выдохнули. Они такие, блин, мы так и хотели сделать. И вот как будто я озвучил идею, которая у них, ну, как будто на языке крутилась. И в итоге мы убрали лишние профессии, сузили до СММ и интернет-маркетинга. То есть продукт по факту обновляем. Дальше. Осведомленность аудитории в сфере. 83% людей вообще не имели отношения к СММ, к интернет-маркетингу. Они не подписаны на каких-то блогеров по теме. Не знают, не интересуются. И узнали о СММ только с момента, как им Арман про это рассказал. И сказал, что можно зарабатывать и СММ это круто. Что это значит? Это значит, что в прогреве, в вебинаре, в сайтах мы не будем их грузить сложной инфой. Мы точно не будем давать какие-то экспертные штуки слишком много. Мы будем мотивировать, давать базовую вводную инфу вообще, что это такое, просто знакомить с сферой. Давать побольше эмоций, давать побольше кейсов людей. А сам вебинар делать простым, ну в общем, не идя куда-то на глубину. Опять же, да, если у нас аудитория уже действующих СММщиков. И там ты сделаешь какой-то простой, вводный, мотивирующий вебинар. Они скажут, да это вода, ты ничего не понимаешь. Вот, и для них нужно будет уже какие-то более сложные вебинары делать. Но у нас мы специально будем делать максимально такой простой, примитивный вебинар без каких-то сложностей, чтобы люди все понимали. И для этого, кстати, нам важно, да, было понять, что 83% полные новички. Всех опрашивал, ну типа на конкурентов они не смотрят. Почему? Потому что они особо еще конкурентов и не знают, потому что им Арман о СММ рассказал. И они еще не успели в тему погрузиться. Они пока только Армана и знают. Дальше, критерии принятия решения. О, вот тут вот я прям много выписывал. Это то, что люди называли. Личное доверие к Арману. То, что тема модная на слуху. Доверие к Макжану. Он, Макжан, основной эксперт на курсе. Понятный вебинар. Невысокая цена. Возможность рассрочки. Что за проектом стоит большая команда. Помощь в трудоустройстве. Это то, что говорили люди, реально. И вот когда я это слышу, я записываю, и я такой, помощь в трудоустройстве. Мы это вообще транслировали в прогревах? Нет. Все, делаем про это большую линию. Дальше. Что за проектом стоит большая команда. Транслировали в прогревах? Ну, не особо. Давайте раскрывать команду. Про Макжана мы давно рассказывали. По-любому нужно будет заново рассказать и раскрыть его как эксперта. Понятно. Большинство людей, я узнал, с вебинара у них покупают. Это значит, что нам обязательно нужно какое-то продающее событие. То есть через stories просто мы продавать не будем. Мы обязательно будем делать вебинар или бесплатный курс. Вот прикиньте, сейчас вообще инсайт. Есть такие сегменты аудитории, как мамочки в декрессе и студенты. И люди, которые работают на работе. Это такие люди, которые не могут заниматься ничем в полный рабочий день. То есть мамочкам нужно сидеть с детьми, студентам надо ходить в универ, людям на работе, надо ходить на работу. И по факту для них важным фактором принятия решения обучаться интернет-маркетингу или SMM, это обещание, что ты можешь на это выделять 3-4 часа в день. По крайней мере, пока учишься и пока берешь первые проекты. Пока это не стало твоей основной работой. И многие люди смотрят на SMM и на интернет-маркетинг, как на возможность подработки. И вот эту линию тоже прикольно бы подчеркнуть. В stories показать, что это не обязательно всегда занимает много времени. Что это можно объединять с материнством, с основной работой и с универом. Примеры успеха других учеников, гарантия безопасности, возможность масштаба и можно сделать свой бизнес. То есть многих людей не мотивируют быть маркетологом до конца дней и SMM-щиком до конца дней. Но их мотивирует, что они научатся привлекать клиентов и смогут открыть свой большой бизнес, на котором будут зарабатывать. А интернет-маркетинг это лишь шаг к этому. И про это тоже нужно рассказать, показать. В идеале через историю человека, который сейчас крутой предприниматель и зарабатывает вообще миллионы. Но изначально он, как бы, ключевой навык, который я освоил, это интернет-маркетинг. Кое-то тоже показать в прогреве. Помощь кураторов. Это еще не все критерии принятия решения. Постепенно они пополняются, но это вот то, что я пока узнал, то, что мы будем показывать в прогреве. Страхи. Не куплю обучение, солью бюджет клиента, не смогу разобраться, не найду клиента в моем городе, нет работы, нет времени. Все это я узнал, и теперь мы это будем закрывать в прогревах. Например, то, что я не смогу разобраться. Буду показывать людей, которые разобрались, учеников, и пусть они говорят, это так легко, я думал, что это так сложно, это так легко. Мне 13 лет, кстати. Мы будем показывать 13-летних учеников Армана и говорить, ну, если они в 13 лет разобрались, то вы это точно сможете. Да, то, что нет времени. Будем показывать студента, который учится в универе, а параллельно еще работает СММщиком и находит время, да. Там, боюсь конкуренции. Ну, в общем, будем закрывать эти все страхи. Дальше, хотелки. Хотелки это то, как люди думают, они будут тратить деньги, когда заработают на курсе. И прикольно транслировать, что их хотелки уже реализовали другие наши ученики, для того, чтобы эмоционально вовлечь людей и заинтересовать их нашим продуктом. И часто люди говорят следующее, перестать чувствовать тревогу за деньги, не экономить, безопасность детей для людей важна, помогать родителям покупать им подарки, купить айфон, макбук, путешествовать, покупать брендовую одежду, купить машину, покупать дорогие средства ухода, начать инвестировать. То есть, если мы, например, показываем ученика, ученицу, которая помогает папе строить дом и говорит, ну, для меня важно, что я помогаю папе, папа мной гордится. Я зарабатываю 500 тысяч тенге в месяц и мне 16 лет. То вот мы закрываем вот эту потребность тут людей помогать родителям. Кстати, в Казахстане это прям развито уважение к родителям, помогать родителям. И когда мы говорим про цели, у очень многих людей даже перед айфонами, покупками, путешествиями часто они называют помощь родителям. И, конечно, если мы показываем историю ученика, который помог как-то родителям, эта история залетает у нас в прогреве, на неё классная реакция. И это в итоге потом ведёт к большим продажам. Вот это базово то, что я сейчас знаю про нашу аудиторию. И это я буду использовать в прогреве для составления вебинара, бесплатного курса и для наполнения сайта. Теперь давайте к практике, как проводить эти исследования. Начнём с личных. Мы должны происследовать несколько сегментов аудитории. Первый сегмент — это люди, которые у вас купили. Просто пригласите себе 4-5 человек в офис, либо на Zoom-интервью, кто у вас уже купил. Вторая аудитория — те, кто просто на вас подписаны, греются, ещё не купили. Третья аудитория — те, кто не купил в прошлом. То есть они грелись, 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 оставляли заявку, но почему-то решили не купить. То есть в целом исследовать вот эти три аудитории будет достаточно. Это что касается, кстати, маркетинга. А что касается улучшения продуктов, есть ещё один тип исследования аудитории. Это исследование недовольных, неуспешных учеников. Вот прямо их собираешь всех и спрашиваешь, какие у них были проблемы, чего не хватило, чего улучшить. Но это больше к продукту. Сейчас мы говорим именно про исследование аудитории в рамках маркетинга, прогрева, продаж. Нам нужны, получается, следующие сегменты. Кто уже купил, кто прямо сейчас греется, думает, покупать или нет, и кто уже не купил в прошлом. Дальше мы их приглашаем на интервью, сядем человека перед собой и начинаем с ним общаться. И мы должны ему задать примерно вот этот список вопросов. Мне его когда-то скинул Рома Семянников, за что я ему очень благодарен. И в целом с тех пор я его использую. Но, конечно, я иду неровно по вот этому списку. Я иногда задаю какие-то уточняющие вопросы и просто перехожу с человеком в формат такой доверительной беседы, когда я слушаю, что-то уточняю, отхожу порой от этого списка вопросов. И в моменте пытаюсь вычленять какие-то интересные мысли. Глобально нам нужно, чтобы человек рассказал, как он вообще пришел в эту сферу, чем он занимается, доход в месяц, цели на ближайшие полгода, что мешает достигать цели. И такая базовая информация. Потом, как он попал в сферу, которую мы продаем. Потом, точка А, в которой он находится сейчас, ну, если он хочет купить продукт. Либо, если он уже купил продукт, то в какой точке он находился и зачем он шел на курс, какие проблемы решать. Как хотелось, чтобы было в идеале, получилось или нет, если нет, то почему. Опять же, да, если это купивший уже ученик, то вот эти вопросы, если которые еще не купил, то чуть их адаптируйте. Решение о покупке, опять же, да, те, кто бы покупал. Почему интересна тема? Почему именно там СММ решил заняться? Почему именно у Армана купил? Слушай, расскажи, а как вообще ты купил? Ты сторис смотрел или с вебинара? Ага, с вебинара. А ты прям знал, да, что купишь или сомневался до последнего? А страхи у тебя какие были? Слушай, а ты сравнивал Армана с кем-нибудь еще? А, не сравнивал. Хорошо. Скажи, ты в рассрочку купил? Да, в рассрочку. Так, а вот на вебинаре, может быть, запомнилось что-то, что вот лучше всего продало? Ань, а если вот не на вебинаре, а вообще вот просто, почему ты купил именно этот курс? Вот допрашивайте, 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 и периодически у людей появляются интересные ответы, а вы их конспектируете. И по итогу вот у меня, например, есть вот такая заметка там, типа, бота 23 года, живет в Алматы, пиар-директор 7 месяцев. Училась в маркетингу, работала волонтером, бла-бла-бла, но тут просто какие-то базовые данные об этом человеке. Хотела систематизировать знания, поэтому пошла на курс. Важно, что средний чек очень низкий, говорит. Почему купила? Говорит, живая упаковка, живая в плане люди, которые за этим стоят, внутренний состав сотрудников, эксперты своего дела, говорит она. Я это записываю и понимаю, что вот это мы, значит, должны показать в прогреве. Дальше. Опубликовали в Tengri News. Это вот, типа, какое-то тут авторитетное издание, если там публикуется хороший отзыв, значит, можно доверять. Я до сих пор не знаю, что это такое, но точно теперь понимаю, что это нужно показать в прогреве, раз она сказала. Говорит, знаю Макжана и уважаю. То есть, а Макжан вообще редко мелькает в блоге у Армана, его нужно, значит, будет дополнительно раскрывать, раз он хорошо продает. Дальше. Ну, рассказывает, рассказывает, рассказывает. Я сейчас вам не буду все зачитывать, что я за ней конспектирую, но я за ней конспектирую. Потом она такая говорит, я вообще бы купил об сразу, если была бы живая встреча. Я такой, ммм, прикольная идея. И потом я спрашиваю каждого ученика, с кем общаюсь, а как тебе идея живую встречу? Они говорят, офигенно, я бы доплатил. Потом, например, говорит, вот Арман рассказывал, как создавался поток с нуля. Это очень сильно откликнулось. В общем, я, если просто, то вот есть список вопросов, я сажу человека перед собой, я общаюсь, я их задаю, я записываю то, что мне кажется важным, а то, что я вижу прям, что мы можем использовать в прогреве или при продаже, я выделяю желтым. Ну, или вот, например, конспект моего общения с другими учениками. Вот тут вот я как раз вычленил мысль, что многие из них говорили, что важный фактор, что можно уделять этому мало часов в день, и все равно развиваться. Я выделил эту мысль желтым, и мы будем транслировать ее в сториз. Или вот, например, Мади говорит, что я вообще купил, потому что мне обещали вакансии. И вот реально, если бы вот этого не было, я бы вообще не купил. Я такой, ну вот это аргумент рабочий. А еще он хотел раскачать свой магазин, то есть он как бы хотел вообще в будущем стать предпринимателем. Значит, много таких людей. Это тоже нужно показывать, что благодаря маркетингу и СММ ты можешь стать предпринимателем. Вот что еще важно, вы должны по этой схеме понимать, что люди часто отвечают поверхностно, часто они врут, сами не понимая того. Часто они говорят то, что как они думают, вы ожидаете от них услышать. Или боятся, что они какую-то хрень скажут. И тут важен доверительный контакт, важно прям сидеть долго с человеком, разговаривать, важно с разных сторон заходить. Ну, в общем, про это, наверное, можно целый отдельный курс снять, но просто интуитивно чувствовать, когда человек нормально ответил, а когда как бы как-то поверхностно. Если чувствуете, что поверхностно, и вот вроде вы спросили, вроде он ответил, идей каких-то особо не появилось, копайте вглубь. Ну, вот условно не знаю, почему купил. Курс классный, говорит человек. Окей, а что для тебя классный курс? Он говорит, ну, то, что спикеры, окей, а какие конкретно спикеры? Он называет конкретно спикеров, а что в них тебе нравится? Вот эти проекты, а еще я вот вспомнил историю, как вот этот проект он запускал, и ты понимаешь, все, докопались до сути, ему понравился вот разбор вот того проекта. Прикольно, значит, показать подобный разбор проекта. Ну, в общем, я сейчас пример привел, я думаю, вы поняли, как докапываться до сути, задавать уточняющие вопросы и не довольствоваться какими-то поверхностными ответами. То есть, если вы задали вопрос, человек ответил, но у вас на основе этого не появилось никакой идеи, что можно улучшить в продукте, либо снять в сторис, либо добавить в вебинар, либо на сайт, значит, ну, такое общение формальное. Идите вглубь, уточняйте, задавайте еще вопросы, просите человека раскрывать. Это вот примерно схема личного исследования. Что касается широкого исследования, просто делайте одну анкету, закидывайте ее в сторис, к ней нужно сделать пару дней прогрева, например, рассказать, какие у вас сейчас результаты, как вы к этому пришли, что у вас есть идея делиться контентом по этой теме с людьми. И чтобы вы могли лучше делиться с ними контентом, вы должны понимать, на каком уровне они сейчас находятся и под этим предлогом вкидывайте анкету. И чтобы побольше людей ее заполнило, можете пообещать им какой-то бонус. Например, я расписал вам гайд, как маркетологу зарабатывать 300 тысяч рублей плюс, и я его выдам тем, кто поможет мне, и пройдет честно тест из семи вопросов. Ребят, мне это реально нужно для того, чтобы лучше вас понимать, лучше вам делать контент. Просто пройдите, я вам дам вот такой вот гайд, полезняшку. Ну, вот так вот можно вкидывать широкие исследования аудитории. Ну и опять же, ребят, это вот я вам сейчас рассказываю, как я делаю. В тему можно бесконечно глубоко копать, но это такой базовый приемлемый уровень, который позволит просто нормально понять, кому вы будете продавать, что для них важно. И на основе этого сформировать приемлемый, понятный продукт, который им залетит, хороший прогрев, набрать идей для прогрева, сделать классный сайт, вебинар, в общем, попасть в аудиторию. Да, это, скажем так, не на все сто процентов точность вот такого исследования, но это процентов как бы на восемьдесят, вы будете точно двигаться в том направлении, у вас точно будет хорошая продажа, если вот это сделаете. Гораздо лучше, чем просто романтический подход с интуитивным, как вам кажется, пониманием аудитории. Все. Итого, анкета исследования аудитории с прогревом к ней, чтобы люди заполнили. И второе, встреча с людьми, которые уже купили, и уточнить им, почему они вообще покупали, какие факторы принятия решения, в общем, пройтись, задать им все вопросы. Третье, опросить людей, которые смотрели и не купили. Четвертое, опросить людей, которые прямо сейчас греются и хотят купить. Пятое, опросить людей, которые купили, прошли курс, но остались недовольными. Вот и исследование аудитории. На этом все. Продолжение следует...